Тема лекции «Социально-экономическое и политическое положение Казахстана в начале XX века» по курсу «История Казахстана в XX веке». План лекции. Первый вопрос. «Социально-экономическое положение Казахстана в начале XX века». Второй вопрос, который мы рассмотрим. «Влияние русской революции 1905-1907 годов и Первой мировой войны на Казахстан». Третий вопрос. «Восстание 1916 года. Причины, ход, последствия». Четвертый вопрос. «Влияние февральской буржуазно-демократической революции 1917 года на общественную жизнь Казахстана». Итак, цель данной лекции – раскрыть социально-экономическое положение Казахстана в начале XX века и определить влияние революции 1917 года на общественную жизнь Казахстана. Итак, рассмотрим первый вопрос. «Социально-экономическое положение Казахстана в начале XX века». Начало XX века знаменовалось обострением социальных противоречий в Российской империи, усилением колониальной политики в Казахстане, особенно в аграрном вопросе. Значительно активизировалась и переселенческая политика царизма. Территория Казахстана была разделена на переселенческие районы Тургайско-Уральский, Семипалатинский, Сырдаринский, Семереченский. Были созданы переселенческие управления, которые должны были изъять излишки земель для создания переселенческого фонда. Каждая казахская семья имела право на пользование наделом в 15 десятин земли. Вся остальная земля переходила в общественный земельный фонд, который управлялся Министерством государственной собственности. Конечно, это было разрушительно для кочевого хозяйства. Так, по подсчетам агронома Кауфмана, для нормального функционирования скотоводческого хозяйства, каждое кочевое хозяйство, например, в Сырдаринском регионе, нуждалось в 145 десятинных земли, а в Семереченском – 110 десятинных. Причем земли у казахов изымались в переселенческий фонд без учета пастбищ, скотопрогонов, водопоев, а порой и вопреки сложившимся маршрутам кочевий, сознательно перекрывая их в целях взимания платы за прогон скота. Кроме этого, на территории Казахстана находились казачьи войска – Оренбургская, Уральская, Сибирская, Семереченская. К началу XX века численность их составляла 1 миллион 11 тысяч человек, и они занимали 15 миллионов гектаров земли. В 1906 году премьер-министром становится Петр Столыпин. И новым этапом аграрных реформ в России стали так называемые Столыпинские реформы. Цель этих реформ была создать в деревне прослойку аграрной буржуазии кулаков. Согласно Столыпинским реформам, крестьянам разрешалось выходить из общины со своим наделом и образовывать хутора. Особое внимание Столыпин уделял окраинам империи, в том числе и Казахстану, который был очень благоприятным регионом для хлебопашества. Система льгот поощрялась в переселении суда крестьян из России и создании здесь кулакских хозяйств. Под хутора выделялось 45 десятин удобной и 15 десятин пахотной земли. Землеотводным организациям разрешалось выселять местных бедняков и селить вместо них крестьян кулаков. Переселенческое движение нарастало, если с 1895 по 1905 год в степные области Казахстана переселились 294 тысячи человек, то с 1906 по 1910 год переселилось свыше 770 тысяч человек. По переписи 1897 года в степном крае русского населения было 20%, а на январь 1917 года уже стало 42%. В Туркестанском крае было 3,7%, стало 7,9%. В 1893-1905 годах у казахов было изъято 40 миллион десятин земли. В 1906 по 1912 годах было изъято свыше 17 миллионов десятин земли, а в 1917 было изъято уже более 45 миллионов десятин. В основном это были Семипалатинская, Ахмолинская, Уральская, Тургайская области, где было изъято 40 миллионов десятин, свыше 4 миллионов семеречий и около 500 тысяч в Сардаринской области. В начале 20 века на территории Казахстана дальнейшее развитие получает и развитие промышленности, такие как горнодобывающие отрасли. В 1902 году здесь действовало 197 предприятий этой отрасли, в которых было занято около 18 тысяч рабочих. Развивалась обрабатывающая промышленность. Наиболее крупные предприятия того времени это Карагандинские угольные шахты, цветная металлургия Восточного и Центрального Казахстана и нефтепромыслы Урала-Эмбинского региона. Практически все они находились в руках иностранных предпринимателей, в основном английских, французских, американских. Кроме того, развивался и железнодорожный транспорт, и росло число железнодорожных рабочих только в районе Оренбургской, Ташкентской железной дороги. В Казахстане было развитое мукомольное производство и добыча золота. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, Казахстан в годы Русской революции 1905-1907 годов. Первая Русская революция была порождена глубокими противоречиями в социально-экономической и политической жизни России и способствовала политической активизации простого народа против колониального и социального гнета. Непосредственным толчком к революции послужили события Кровавого Воскресения 9 января 1905 года, когда в Петербурге была расстреляна мирная демонстрация, в результате которой ранено было и погибло 4600 человек. К концу 1905 года восстание достигло кульминации. Общее количество стачек в стране достигло 5000. Произошло около 5000 крестьянских волнений и 200 солдатских выступлений. 17 октября 1905 года царь издает манифест. По согласному этому манифесту народу предоставляется свободу слова, собраний, совести, союзов, вероисповедания. Были проведены выборы в Государственную Думу и был создан Палатный парламент. В Нижнюю Палату избирались депутаты по четырем куриям – землевладельческой, крестьянской, рабочей и городской. В Первую и во Вторую Государственную Думу были избраны депутаты от окраин, и среди них были казахи. Летом 1906 года от Казахстана в Первую Государственную Думу были избраны 9 депутатов, из них 4 казаха. В начале 1907 года во Вторую Государственную Думу 15 депутатов, в том числе 7 казахов. Из 7 членов мусульманской фракции Думы трое были казахи. Жан Турин являлся секретарем фракции. Казахские депутаты Думы ставили очень актуальные вопросы и добивались их решения. Так, например, по инициативе Беремжанова, Калменова, Жан Турина и Сырганова 6 июля 1906 года за подписи 53 депутатов был подан запрос председателя Совета Министров по поводу незаконности изъятия земли у казахов. Революция 1905-1907 годов активизировала протестное движение в Казахстане. Начались протесты в Казахстане, стачки, демонстрации, забастовки. Первая стачка произошла в январе 1905 года в Омске. Весной и летом на стачку вышли железнодорожные рабочие станции Туркестан, Перовск, Казалинск, Шалкар. Особую активность проявляли рабочие железнодорожных станций Петропавловска и Омска. В октябре состоялись демонстрации в ряде горнородных предприятий. Особый размах имела демонстрации в Каркарале 15 ноября 1905 года. Люди вышли на улицу, не расходились до глубокой ночи, провозглашали политические лозунги, критиковали политику царизма и его местных органов. Колониальные власти оказались в трудном положении. Уездный начальник Осовский в рапорте генерал-губернатору Степного края писал «Имею честь доложить вашему превосходительству, что политические беспорядки, бывшие в городе Каркаралинск 15 ноября, вынесли в Степь почти полную деморализацию. В данное время Степь крайне возбуждена». Следующая забастовка произошла 7-12 декабря на Успенском руднике под руководством рабочего Топорнина. В декабре 1906 года произошла стычка с полицией в городе Омске и в 1907 году произошел многолюдный митинг в городе Кустанае. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, восстание 1916 года, причины, ход и последствия. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну, которая тяжким временем легла на плечи всего населения Казахстана. Казахов заставляли в принудительном порядке работать в хозяйствах, призванных на войну переселенцев, сдавать скот, фураж, одежду, транспорт. Были введены новые военные налоги. Ухудшилось положение крестьян-переселенцев. Они тоже протестовали против роста цен, налогов, против повинностей. На промышленных предприятиях рабочий день длился 12-14 часов. Снизилась зарплата, ухудшились условия труда. Были запрещены забастовки, митинги, стачки, введено чрезвычайное военное положение. В 1914-1915 годах забастовкой рабочих были охвачены угольные копии Кибастуза, Байконура, Спасские медные рудники, Оренбургско-Ташкентская железная дорога, промыслы и заводы. Поводом к восстанию 16-го года послужил царский указ от 25 июня 1916 года, по которому все нерусское мужское население в возрасте от 19 до 43 лет должно было быть мобилизовано для работ по созданию оборонительных сооружений в районе действующей армии и на тыловые работы. Всего по предварительным расчетам должно было быть мобилизовано около 400 тысяч человек. Данный указ ставил казахов в крайне тяжелое положение, тем более, что мобилизация проводилась во время уборки урожая, подготовки скота к перегону на зимние пастбище и сенозаготовки. И мобилизация всего трудоспособного населения подрывала экономическую базу казахского хозяйства. Все эти обстоятельства спровоцировали волнение местных жителей Казахстана. Постепенно стихийные выступления выливались в организованные восстания почти во всех регионах Казахстана. Руководителями Семереченского восстания были Ашикеев и Бокин, Тургайской области Джангильдин и Иманов, Вуральской области Мендешев, Айтеев, Сардаринской области Рыскулов. Восстание охватило всю степь и переросло в национально-освободительное движение, главная цель которого была направлена против военно-колонизаторской, широкомасштабной русификаторской политики царизма и в определенной степени против феодально-байской верхушки Аула. Главной целью восстания явилось национальное политическое освобождение. Крупнейшими центрами восстания были Семереченская и Тургайская области. Сюда были направлены крупные военные силы для подавления восстания и к концу октября 16-го года восстание было жестоко подавлено. Были уничтожены десятки аулов, более 300 тысяч мирных жителей откочевали в Китай, в Кашгарию. Организованное восстание охватило и Тургайская область, где руководителями были избраны Амангильдейманов, а Абдегапаржан Басынов был избран ханом. Здесь участвовали почти 500 тысяч человек. В отрядах была введена строгая дисциплина. Восстание тоже закончилось поражением. Сюда прибыл карательный корпус генерал-лейтенанта Лаврентьева. Но, тем не менее, это восстание продолжалось вплоть до февральской революции 1917 года. Историческое значение восстания 16-го года. Национально-освободительное восстание 16-го года в Казахстане имело антиколониальную направленность, способствовало дальнейшему обострению политического и социально-экономического кризиса в Российской империи. И восстание 16-го года, по мнению видных ученых, являлось составной частью революционной борьбы многих народов. Следующий вопрос. Влияние февральской буржуазно-демократической революции 1917 года на общественную жизнь Казахстана. В феврале 1917 года в России победила буржуазно-демократическая революция. Главным своеобразием февральской революции было то, что в стране образовалось двоевластие. С одной стороны, временное правительство, с другой стороны, советы рабочих и солдатских депутатов. В марте 1917-го стали формироваться местные советы Временного правительства. Представители казахской интеллигенции были назначены комиссарами Временного правительства. Алихан Букихана по Тургайской области, Мухаммеджан Таншпая по Семеречию, Мустафа Шухай в Туркестане. В Казахстане были созданы также областные, уездные комитеты, также мусульманские комитеты, которые поддерживали Временное правительство. В первые дни революции были предприняты меры по отстранению от власти царских чиновников, отмена всяких ограничений в права граждан России. И была объявлена амнистией участникам восстания 1916 года. И оказывалась помощь коренному населению, которые пострадали во время этого восстания. Победа в России февральской буржуазно-демократической революции способствовала образованию в Казахстане различных организаций. Это объединенный союз мусульманских рабочих города Верного, рабочий союз Джаркенте, союз мусульманских трудящихся. Было создано 20 организаций кружков, которые объединяли молодежь, интеллигенцию, учителей. Среди них Жас Казах, в Акмолинске руководитель Сакен Сифулин, Жас Шурек на Спасском заводе, Совет демократической учащейся молодежи в Омске, Талаб, Стремление Петропавловский, Жанар Симпалатинский, Революционный союз казахской молодежи, руководителем которой был Тураж Скулов. Победа февральской буржуазно-демократической революции в России активизировала и политическую жизнь Казахстана. Для решения многих общенациональных вопросов был созван первый всеказахский съезд, который состоялся 21-28 июля 1917 года в городе Оренбурге. Он рассмотрел 14 вопросов. Среди них самыми главными были вопросы о казахской автономии и о политической партии. Было решено, что казахские области должны получить автономию в составе России. И в отношении партии съезд подчеркнул, что необходимость нужна в создании партии, и поручили группе делегатов выработать программу партии, которая позже была опубликована в газете «Казах». Затем уже и в декабре 1917 года было объявлено о создании казахской автономии Алашарда. Был создан Временный народный совет Алашарда, правительство автономии, во главе которой стал Алихан Букиханов. Центром алашардинской автономии был объявлен город Семипалатинск. Таким образом, февральская революция 1917 года, которая явилась началом народной революции против самодержавия за демократическое обновление России, оставила глубокий след в истории страны и оказала очень сильное влияние на политическую, общественную жизнь Казахстана. Под ее влиянием нарастало рабочее движение, борьба крестьян-переселенцев за улучшение жизни. Казахский народ боролся за освобождение от колониального ига. Активизировалась деятельность казахской национальной интеллигенции. В конце лекции мы предлагаем вам вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Охарактеризуйте социально-экономическое положение Казахстана в 20 веке. Второй вопрос. Назовите причины и последствия русской революции 1905-1907 годов. Третье. Что явилось поводом для восстания 1916 года в Казахстане? Проанализируйте значение восстания для казахского народа, опишите последствия восстания. Каким образом февральская революция 1917 года повлияла на общественно-политическую жизнь казахской степи?